В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Все вопросы касаются улучшения социальной инфраструктуры города. На заседании градостроительного совета обсудили перспективы застройки и благоустройства Муравленко. Выездной отдых за пределами города все более популярен. Столь ли хороши оздоровительные лагеря и какие впечатления привозят муравленковские дети. Они все делают левой рукой и стремятся привлечь к себе больше внимания. Сегодня отмечается Международный день левшей. В Муравленко будут продолжать строительство семиэтажных жилых домов. Об этом и другом говорили сегодня на градостроительном совете. Очередное заседание состоялось в городской администрации. Строительство, благоустройство, разработка паспортов, микрорайонов – эти и другие темы стали главными в работе совета. О том, какие решения были приняты и что строить будем, в нашем следующем сюжете. Что сделали за два месяца? Этот вопрос звучал практически в каждой теме повестки, а все они касались улучшения социальной инфраструктуры города. В числе первых – тема благоустройство территорий. Она по-прежнему актуальна. Создание концепции единой светоцветовой среды города обсуждается вот уже второй год. Техническая документация все еще в стадии разработки. Уточняется финансовая сторона воплощения дизайн-проекта в жизнь. До сих пор единого документа, согласно которому можно было бы начать работу, не существует. Неоднократно градостроительный совет не принимал представленные документы, давал различные рекомендации. И в итоге мы с вами на последнем градостроительном совете, а он проходил у нас, если не ошибаюсь, поправьте меня, два месяца назад. За это время ответственными лицами не была проведена соответствующая работа. Вопрос строительства новогоднего ледового городка также на особом контроле. Чтобы не допустить ошибок прежних лет, управлению коммунального заказа поручено подготовительный этап завершить сейчас, а зимние работы максимум до 20 декабря. Строительство, безусловно, будет вестись при поддержке градообразующего предприятия. Я доложу, что все работы предприятия выполнены. Значит, мы будем заниматься непосредственно сейчас в одной городке. Все технические части. Я настаиваю на закрытии водоотводных лотков соответствующей арматурой. Я настаиваю на прокладке силовых кабелей в летний период, о подготовке полностью всей электрической инфраструктуры именно в летний период. Резкой критике председателя была подвергнута и работа по разработке паспортов микрорайонов. В документах отсутствуют детали и четкое видение общей концепции с учетом планов перспективной застройки районов. Управлению архитектуры председатель совета поручил к следующему заседанию представить паспорта микрорайонов с учетом всех замечаний. Главное, что должно быть отражено в паспорте, как в документе удостоверяющем, каким же будет город и как он будет выглядеть в дальнейшем. Что же касается строительства социальных объектов, по словам докладчиков, в основном работа ведется продуктивно. Земельные участки выделяются, проекты разрабатываются. По плану возле первой школы будет строиться Центр патриотического воспитания в районе больничного комплекса, региональное образовательное учреждение и Центр реабилитации семьи. Торги выиграла тюнецкая компания на выполнение смертных правил, проекты смертных правил. Проектные степки и по условиям контракта проект должен быть готовить до 25 декабря. Этого года? Да, конечно. И семиэтажным жилым домам в микрорайоне Лазурный тоже быть. Геологические испытания доказали возможность строительства в Муравленко таких зданий. Еще один немаловажный вопрос – реконструкция сквера в районе городского ЗАГСа. 21 мая этого года председатель Градсовета призвал коллег объединить усилия для завершения всех работ к 70-летию Победы. Если все готовы в этом поучаствовать, копать, рыть, смотреть, считать и самим лопаточкой работать, тогда да, давайте работать, давайте делать. Сегодня же стало ясно, что к 9 мая будущего года новый сквер не соорудить. Поэтому Александр Подорога потребовал приложить все усилия заказчика к тому, чтобы подрядчик приступил к реконструкции этой территории после Дня Победы 2014 года и завершил работы к юбилею города. Юлия Лучникова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Вместе с тем работы по благоустройству города продолжаются. На радость маленьким горожанам нынешним летом будет обустроено 23 новые игровые площадки. Игровые формы, которые устанавливаются в микрорайонах города российского производства. Все элементы заводского изготовления и соответствуют нормам госстандарта. Первыми новые качели, лабиринты и горки обкатали в прямом смысле этого слова воспитанники приюта «Солнечный» и дети, проживающие в микрорайоне «Сосновый бор». Там конструкции были установлены первыми. Вместе с обустройством новых игровых городков в планах у предприятия управления коммунального заказа этим летом значится замена старых ограждений на новые. Для этих целей закуплено 1600 погонных метров материала. Монтаж игрового оборудования производится под четким контролем заказчика. Перед началом работ проверяется оборудование на наличие, то есть на предмет соответствия требованиям безопасности, технических требований. Только после чего дается разрешение на производство работ. То есть осуществляется ежедневный контроль, то есть при проведении земляных работ, при проведении бетонных работ. По информации Следственного комитета России, на скамье подсудимых в начале месяца вновь оказались обвиняемы по делу об организации притона для занятия проституцией на территории города. Это дело в суде рассматривали дважды. Ранее вынесенный приговор был обжалован прокуратурой Муравленко по причине назначения чрезмерно мягкого наказания двум бывшим сотрудникам правоохранительных органов. Напомню, что в конце сентября прошлого года были осуждены пять жителей города. Их суд приговорил к условным срокам лишения свободы. Согласно материалам предварительного следствия, было установлено, что супружеская пара на территории города организовала притон. Так называемых ночных бабочек вербовали из Свердловской области и Республики Татарстан. Предприимчивыми супругами в организованную преступную группу были привлечены на тот момент действующие сотрудники полиции, которые осуществляли оперативное прикрытие нелегального бизнеса. За совершенное преступление бывшим сотрудникам правоохранительных органов судом было назначено наказание со своего в виде лишения свободы реального три года три месяца, позывая два года шесть месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Мера пресечения подписка о невыезде была изменена на заключение под стражу и осужденные были взяты под стражу в зале суда. В «Газпромнефти» Муравленко новое назначение. С 22 июля заместителем генерального директора филиала по безопасности назначен Сергей Лукьянов. Сергей Викторович – нефтяник в третьем поколении. Окончил Грозненский нефтяной институт. 30 лет проработал в правоохранительных органах Российской Федерации. Получил звание полковника. До приезда в Муравленко работал первым заместителем начальника управления ФСБ России по Тюменской области. Основной приоритет – это обеспечение безопасности объектов. А это, соответственно, безопасность сотрудников филиала. Это и в какой-то мере безопасность жителей нашего города. А безопасность у нас есть и экономическая, и интересическая, и противодиверсионная. Все эти вкупе вопросы, они, в принципе, специфические. Я не думаю, что они интересны для окружающих. Главное, чтобы они были уверены, что мы сделаем все, чтобы безопасность для них была. Первый детский лагерь-санаторий в России был открыт еще в 1925 году. И с тех пор это самый распространенный способ организации детского отдыха в период летних каникул. Несмотря на то, что ежегодно более 700 юных муравленковцев проводят летние каникулы в лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами округа, у некоторых родителей перспектива поездки вызывает сомнения. Что же такое хороший лагерь и как сами дети оценивают свой отдых вдали от дома? Сюжет Марины Мехедовой. Безопасность, нормальные бытовые условия, насыщенная программа, квалифицированный персонал. Специальные комиссии проверяют учреждения, куда потом поедут юные ямальцы по многим критериям. Но главная оценка удачной деятельности лагеря – мнение самих ребят. Перед тем, как отправиться в Ниву, что в Геленджике, мальчишки изучили отзывы в социальных сетях. Говорят, что там времени скучать нет, вожатые отличные, экскурсий много. Говорили, что там очень весело, постоянно хорошие отзывы о лагере, дети приезжают постоянно счастливы. Хорошие отзывы имеют большое значение, но иногда ожидания не оправдываются. Вожатые отмечают, что многие дети, привыкшие отдыхать с родителями на заграничных курортах, тяжело переживают строгий распорядок и не могут привыкнуть к правильному сбалансированному питанию. У активных детей не возникает вопроса, зачем я вообще туда поехал. И через неделю адаптации на мелочи уже никто внимания не обращает. Если ты едешь в лагерь именно отдыхать, если ты сам туда захотел поехать, а не тебя там кто-то заставил, то ты, конечно, будешь счастлив, что ты туда попал. Вероятность неприятных ситуаций снизит тщательная подготовка к поездке. Несмотря на то, что родителям на собрании 85 раз говоришь, не давайте планшеты, не давайте золотые украшения, бриллианты и ноутбуки, продолжают давать, а потом звонят с претензиями, у моего ребенка там украли. А когда начинаешь выяснять, он просто на пляже оставил дорогущий смартфон и ушел. Детский лагерь – это уникальный жизненный опыт. И чтобы он не стал негативным, подготовиться морально нужны и детям, и родителям. Немножко всегда страшно, потому что мы не знаем, что за лагерь это. По отзывам читали, что все замечательно. Он уже в ВКонтакте нашел там себе, кто едет на четвертый сезон, подружился, переписывался, поэтому думаю, что все будет нормально. Кстати, излишняя опека мамы, когда она звонит по несколько раз в день, может заставить подростка думать, что он находится в не очень приятном месте. А вот записать телефон отправляющей стороны и не стесняться сообщать о проблемах – стоит. И не поленитесь оставить свой отзыв на страничке лагеря или в социальной сети. Ведь кому-то он поможет решиться на поездку. Марина Михедова, Андрей Нагибин, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Они рисуют и пишут левой рукой. По статистическим данным, в мире проживают более 500 миллионов леворуких людей. В первый Международный день левшей отметили 13 августа 1992 года по инициативе Великобритании. В этот день левшие всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобство. Они устраивают разнообразные мероприятия в этот день и соревнования. С муравленковскими левшами познакомилась моя коллега Анастасия Попова. В детстве Ангелину Белякову на протяжении двух лет учили писать правой рукой. Девушка старательно выполняла наказы взрослых, но правой получались лишь каракули. Когда я была очень маленькая, училась в школе в начальных классах, все ребята всегда подходили ко мне и говорили, что ты пишешь левой рукой, ты, наверное, какая-то не такая. Но потом я чуть попозже, когда подросла, поняла, что это хорошая особенность, которой нужно гордиться и которой нужно показывать всем и стремиться к тому, чтобы писать все больше и показывать людям о том, что я левша. Сейчас леворукость – дело привычное. Каждый десятый житель планеты – левша. Рисуют, пишут, пьют чай, причесываются. И все левой. Ученые и психологи утверждают, что быть левшой – это плюс. Дескать, талантливые и успешные во всех отраслях. Правда, в советское время леворукость была чем-то вроде отклонения. Но левшами ведь не становятся, ими рождаются. Человек, когда рождается, и у него есть склонности к тому, что он будет левшой, то есть ему более удобнее пользоваться левой рукой, нежели правой. То есть считается, что это врожденные навыки, которые даны ему изначально с рождения. И, конечно же, то, что заложено природой, переделывать не рекомендуется. Потому что это, в принципе, влияет на развитие человека, и уж тем более маленького человечка-ребенка. Сергея Тороп писать правой не переучивали. Юноша говорит, что пробовал сам, но все безуспешно. Быть левшой ему нравится. Все думают, что левша – это… Ну, у него полушария мозга правая работает. Как бы то, что человек эстетический, более развитый, чем остальные. Там, как бы, Эйнштейн был левшой. Или… Ну, точно не помню кто. Ну, как бы все ученые, знатные, те, которые открывали все. Вот они были левшами. Много таких людей было. Среди известных левшей – Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Уинстон Черчилль. Однако научных доказательств того, что левши талантливее правшей, нет. Главное, чтобы человек был личностью. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города – муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двери вашего дома начинаются с керамы.